очень простой медовик без раскатки коржей беру 3 яйца щепотку соли добавляю сразу 80 граммов сахара и начинаю взбивать яйца взбиты с сахаром вот такой консистенции достаточно не надо сильно взбивать главное здесь яйца не перевзбить и на этом этапе добавляю мед 3 столовые ложки вот такого жидкого меда это очень простой рецепт медовика здесь тесто не надо заваривать мед не надо растапливать он просто добавляется в тесто и поверьте будет также очень-очень вкусно и перемешиваю и теперь сухие ингредиенты мука 140 граммов у меня уже просеянная мука я сразу все добавляю и 2 чайные ложки разрыхлителя и перемешиваю я подготовила противень застелила его пекарской бумагой бумагу смазала растительным маслом а в самом тесте у меня нет масла в самом корже у меня нету масла ни растительного ни сливочного отправляю тесто на противень и распределяю по нему духовка у меня уже разогрета до 180 градусов отправляю кожу духовку где-то минут на 15 но тут много зависит от вашей духовки пока выпекается корж выпекается он всего 15-20 минут можно приготовить заварной крем этот торт можно делать с двумя видами крема масло сливочное со сгущенкой и заварным кремом я сегодня буду делать заварным кремом облегченным здесь у меня будет масло всего 50 граммов 2 яйца беру 100 граммов сахара в этот крем обязательно нужно добавить ваниль я добавляю ванильный сахар 8 граммов и 2 столовые ложки кукурузного крахмала все это перемешать и теперь добавляем 500 граммов молока остается крем только сварить довести до кипения крем закипел я убираю его сразу с плиты но еще помешиваю постоянно потому что крем варится выключаю газ убираю крем с плиты я хочу его быстро охладить крем поставила его в миску с холодной водой и пока он еще не остыл он еще горячий у меня крем добавляю крем 50 граммов сливочного масла и перемешиваю крем взбивать не надо масло растворится и крем будет готов на самом деле для этого торта медовика не нужен крем взбитый достаточно будет вот такого сливочного крема это будет очень вкусный крем он очень хорошо пропитает коржи масло уже растаяло можно сказать крем готов пока я буду заниматься коржом коржами он остынет полностью корж для торта готов и он уже остыл а в первую очередь обрежу края они мне пригодятся для посыпки один большой корж я разделила на два и потом эти два коржа разделила еще на два смотрите какие у меня получились коржики крем заварной остыл при комнатной температуре смотрите какой получился очень вкусный крем получается такой вот заварной крем пломбир где-то условно на четыре части я делю его и промазываю каждый корж такую палетку возьму ей удобнее это делать такой тортик вот получился остается только посыпать его посыпкой это то что от обрезков бисквита у меня осталось тортик готов очень простой домашний торт но по вкусу он будет лучше всякого магазинного торта очень быстро приготовить постоять в холодильнике ему нужно только час крем стабилизируется пропитает коржи и тортик можно подавать на стол а сейчас пока отправляю тот в холодильник на час тортик постоял в холодильнике час и я его сейчас уже буду резать смотрите какой тортик получился ему бы еще постоять в холодильнике немножко но он уже такой пропитанный и теперь тортик можно попробовать тортик получился очень вкусный нежный тортик получился очень вкусный нежный пропитанный если вы любите пропитанные медовые тортики то попробуйте приготовить по этому рецепту медовые коржи в сочетании с заварным кремом не сильно сладким очень вкусно этот торт если украсить по новогоднему подойдет для новогоднего стола вкусных вам тортиков а а а а а а а а